быстро достаточно бегут сейчас поляки на наши ворота теряет сейчас мяч поляк и все-таки нарушение правил фиксирует судья так рефери дает свисток удар поворотом выше мяч пролетает выходить из обороны за счет передачи отличный сейчас вот перехват в исполнении Хвича Храцхели долго он думает что же делать с мячом отличная передача Маркова налево Зурикода Виташвили замах удар поворотом голкипер в красивом прыжке спасает свои ворота грузинская связка сейчас сработала отличный замах мы видим на повторе в исполнении Зурикода Виташвили ну и не менее красивый сейф в исполнении голкипера польской команды вблизи штрафной в один вот отлично получает передачу от Славы Макаров входит штрафную передача удар поворотом рикошет получил повреждение в этом эпизоде один из футболистов Лехи Коновалов проникающая передача на Маркова на Макарова Макаров дальше стреляет и к сожалению никто не добирается до мяча хороший пас на Храцхели удар поворотом но прямо в голкипера но удар очень плотный получился в принципе мог бы мячишкой вильнуть нужный момент Зурикода Виташвили удачно навязывает борьбу на чужой половине поля Рубин перехватывает мяч под Березкин двигается вперед удар поворотом отличный гол в исполнении Вячеслава под Березкина первый гол казанского Рубина в 2020 году и забивает его наш капитан сейчас посмотрим с вами на повторе как же это произошло но собственно без повтора можно отметить тонкую игру под Березкина вовремя поднял голову и вот мы видим да он такой скрытый скрытый удар в исполнении нашего капитана по стилю очень похоже на Романа Еременко надеюсь не обидится у меня слава за эти слова вы видите также на фоне еще и большое количество наших футболистов разминающихся во втором тайме у нас будет очень опасный момент сейчас возникает Юрий Дюпин к сожалению ошибается на выходе великолепно действуют наши футболисты на линии спасают буквально они сейчас Юрия Дюпина от неминуемого гола смотрим с вами повтор как же это произошло Каврацхелия на фланге уходит от одного соперника пытается выиграть второго обыгрывает врывается в штрафную ставит корпус удар поворотом и голкипер спасает свою команду понятно что мы играли в состоянии большого утомления я сейчас не готов наверное оценивать уровень свежести и несвежести но в целом особенно в первом тайме очень качественно и мы пытались сделать то что отрабатывали на тренировках о чем говорили это самый важный момент может быть не все идеально но тем не менее мы пытались именно использовать те принципы о которых говорили которые нарабатывали потому что очень часто бывает что ты нарабатываешь что-то одно в игре получается совсем другое поэтому вот это была основной задачей и в целом мы с ней справились на тренировках вообще отлично выглядел в этой позиции мы с ним долго разговаривали на сборной играет в этой позиции это вообще его родная позиция поэтому сегодня нельзя сказать что это прям какой-то сверх лучший его матч но в целом он в этой позиции органичен и в атаке в обороне и вновь башкиров отличная передача башкирова на игнатьева удар поворотом голкипер на месте хороший момент то о чем мы с вами говорили очень грамотно умеет иван игнатьев выскочить нужный момент на ударную позицию и нанести хороший прицельный удар но в этой атаке конечно же самый яркий момент это передача башкирова как тонко он смог найти своего партнера в этой ситуации отличная игра в исполнении нашего центрального полузащитника включать сейчас прессинг рубины отлично играет игнать и помогает команде отнять этот мяч камиль закиров притормаживает немножко с решением пас отличный получается на зуева прострел ташаев удар к сожалению высоко проходит мяч но атака получился очень классно и все началось перехвата гнатьева ташаев видим подсел немножко под мяч поэтому получился такой удар но в целом классная атака в исполнении рубина до поворотом и юрий дюпин спокойно забирает мяч свои руки медицинская бригада уже во второй раз в этом матче оказывается на газоне и оба раза оказывали помощь именно поляки своим футболистам старфельд играет на закирова закиров хорошую передачу исполняет сейчас на самошникова самошник подача голкипер неуверенно играет мяч но на самом деле можно было наверное свести один в один степанов уходит хорошо опасно башкирова башкиров тонкую передачу выполняет на степанова степану нужно касание играть но побоялся в последний момент все-таки степанов выставлять ногу хотя при желании мог бы и даже пенальти при наверно заработать зуев смещается в центр удар поворотом уголки пер спасает свои ворота красивый очень момент получился в исполнении казанской рубина и в частности александра зуева мы видим повтор с вами смотрите как хорошо убрал под правую сместился в центр удар получился прямо из-под защитника и как увидел этот мяч сейчас голкипер одному ему известно хороший момент получился гнатьев болел поэтому он только набирает форму всегда тяжело после болезни когда у тебя большой объем но опять же все эпизоды свои отыграл качественно по тарасову сложнее что сказать по этой игре потому что во втором тайме не было нагрузку на нашу оборонительную линию и среднюю линию поэтому мой я думаю что более информативно будет 2 игра на данном этапе не так важен уровень соперника сколько важно как мы пытаемся потому что если мы играли бы неправильно уровень соперника вообще не имеет значения